Виктория Цуховская Бойцы приехали из разных городов и даже стран. В главном бою вечера встретятся боец из Бразилии Филе Наталисио против российского бойца Сергея Дьяконова. Ваши прогнозы? Кто победит? Загадали? Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребят, показываем за кулиси наших бойцов. Всем привет! Как себя чувствуете? Как драконы! Как драконы? Берем интервью, топируете руки? Да, конечно, как видите. Как настрой на бой? Настрой огненный, потому что как дракон. Почему дракон? Просто ручной дракон, я свои кулаки так называю. А какая-то может быть предыстория? Нет, просто моя фантазия. Я хотела спросить, давай, что... Ну блин, ну мы так не договаривались! А такие вещи не договаривались? О, Марина! Ты что-то исхудала. Твоя соперница перевесила. Этот факт тебя как-то задел, то, что она не смогла сделать вес, и сейчас у вас немножечко неравные такие условия весовые. Да нет, вроде все нормально. Я уверена в себя, и это не смущает. Когда девочки дерутся, у вас как-то сердце сжимается, либо вы хладнокровно наблюдаете за этими боями? Одинаково, когда и девушки, и когда парни дерутся. Что вы можете сказать об Анастасии Фроловой, о сопернице? Ну что мы посмотрели ее, поизучали, сильные слова, слабые стороны поизучали. Ну, думаю, что наша тактика на бой приносит свои плоды. Ну что? О-о-о! Привет! Здрасте! Живешь в булочке? Да, пожалуйста. Вес гонять не надо, смотрите, какой веселый ходит. Набираем, все. Что так аппетитно кушаешь? Не знаю, курочку какую-то, рябу. Курочку, рябу. Какой, туда? Готов к своему поединку? Готов. Конечно. Почему ты так долго не бился? Были травмы. Что за травмы такие? Крестообразные связки. Я первый раз сделал, начал восстанавливаться, еще раз, второй раз порвал. Вот второй раз сделал, нормально уже, восстановился. Пока был простой, и ты сталкивался с травмами, было ли как-то морально тяжело понимать, что, возможно, больше не вернешься? Да, было тяжело. То есть травма случилась, ну, деньги большие стоят, это операция. Сколько понадобилось времени восстановиться? Я вообще год кайфовал после операции. Ну, то есть, там, на тренировке, даже не тренировался ничего, кушал, наедал, потом толстенький стал. Морально было тяжело только из-за материального положения? Либо ты понимал, что, возможно, ты не восстановишься, и все, как бы, спортивной карьере конец? Не, спортивной карьере не конец, как бы, у меня большое сердце, вот, она всегда просит огня, мяса и крови. Ну что, а мы бежим за Никитой Северовым. Самый главный вопрос, который меня интересует, это не про бой. Ну, Ярополк или Лида? Пока еще не родился. По поводу боя. Помню тот бой в Кингисеппе. Ты тяжеловато дышал, верно? Ну, ты знаешь, какая ситуация? Там, получается, что визуально, да, тяжеловато, но у меня такая тема, типа, я могу так задышать, типа, быстро, а потом я так долго еще могу, то есть, ну, и восстанавливаюсь быстро. И, как бы, даже вот в таком режиме, я, как бы, все равно привычно мне, то есть, нормально. Для меня это не как, типа, катастрофа, это, типа, мой, ну, обычный режим работы. Я помню то, что у тебя блестящие самбистские приемы были на том турнире. Как планируешь вести этот бой? Я вот не могу, я прохожу уже каждый второй пробей мне с ноги в голову. Ну, я свою игру собираюсь навязывать. Моя игра, я базовый. Она мне принадлежит, да, как и я. Я, получается, борец же базовый, но зачем мудрить, как бы, вот. Ну, понятное дело, там, то, что тоже там могу, там, грубо говоря, и попасть, и отработать с руки, с ноги, но акцент, понятное дело, какой, ну, чего мудрить. Борьба, партер, контроль. Сейчас вижу, как разминается Максим Викторов. Как ваше состояние? Состояние отличное, заряженное. Хотелось бы провести хороший, кровавый, красивый, красочный бой. Подготовка была отличная. В общем, хочу порадовать сегодня зрителей классным боем. Соперник хороший парень. Спасибо ему, что вышел на замену. Готовились немножко по-другому, очень крепкого соперника, но этот ничуть не слабее. Мы направляемся к Алексею Белобердину. Ваш соперник, он все-таки так акцентированные удары наносит. Опасаетесь немножечко пропустить? Нет, не опасаюсь, потому что такие соперники у меня уже были. Будем переигрывать, и я сам не слабо бью. Я еще прекрасно помню вас с Кингисеппо. Подскажите, вы тренер? Нет, я боец. В каком виде спорта вы выступаете? Также здесь, в Маус-2. Причем она выступала в 57 килограмм и выиграла одну из топовых бойцов, чемпионку мира тоже по панкратиону, Лилия Козак, которая, кстати говоря, с Джоаной Еджейчик дралась, и дралась она очень близко. На вашу мускулатуру я хочу спросить, это химия или физика все-таки? Физика. Вот, зашла к Марине Нике, и у нее перчатку украли, к сожалению. А Марин, кто украл? Если бы знала, поразорвала бы, да? Смотрите, 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 мы зашли, все вальяжно разлеглись. Да ты можешь лежать. Чувствуй, чувствуй себя как дома. Да покажи, я уже показывала. Чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты все-таки на турнире ММА-сери. Что такое прям на лайте? Стараюсь держать пока зверя внутри. Слушай, ну ты видел, что бразильцы сейчас показывают на нашей площадке какие-то такие вещи прям очень красивые, и все бои мастерские, профессиональные? Ну, конечно, видел. Надеюсь его деклассировать. Бой будет сложным, как думаешь? Всегда настраиваюсь на сложный бой. Смотрите, джентльмен сел на стульчик вот так, иди-иди сюда, сел вот так вот, Бобрышев на стульчик и говорит, присаживайся. Прям наш русский Конор Макгрегор. Как ты оцениваешь вообще его соперника? Хороший мальчик, ударник, да, у него хороший рекорд, отличные показатели. Я думаю, будет суперский бой тяжеловесов. Пройдет все в стойке, я думаю, и закончатся все в стойке. Какие-то тоже на каутеры и панчеры опасаетесь чего-нибудь пропустить, например? Ну, это тяжелый вес, любой удар можно пропустить. Поэтому опасаемся всего, всех ударов. И готовились как бы на защиту и большинство на атаку. Руслана Меджидова вы просили, чтобы он пофантазировал. Вот я вас спрошу, что передать Рудольфу Мнацаканяну. Чтобы тоже пофантазировал. Пофантазировал. Нам надо ваши фантазии. Привет, Кук, это все банально настолько, что, ну, даже он, наверное, это не оценит никак. Ну, говорю, левое сбоку на скачке. И хайкик в голову добить. Ну, это банально. Скажи, от Виктории Цуховской. Да, ну, проход ноги, может быть. Нет. Нет? Не хочу. Не хочешь? В стойке биться или в партере? В стойке. Партер буду избегать. Партер. Какой партер? Мы что сейчас в театре? Не, ну, позиция такая партеровая. Партер. Партер. Ну, ладно, партер. А что ты меня грузишь? Вы посмотрите, какой у нас прекрасный вид. И посмотрите, сколько зрителей. Мы видим, у нас бойцы уже открыли мейн-карту. По итогу прилимов победу одержали такие бойцы, как Имран Пашаев у душающим приемом в конце третьего раунда, Алексей Борзунов раздельным решением судей, Горацио Азизиан у душающим приемом во втором раунде и Владислав Деревенских единогласным решением судей. Наконец мы дождались выход, девчонок, в октагон. Пойдем. Минус балл. Девчонки, технично, осторожно. Марина Ника отвлекается. Сейчас, на самом деле, болельщики подсказывают, как нужно биться, им же виднее. Сейчас я слышу, как Федор Рыжов подсказывает Марине. Девчонки весь первый раунд проводят в партере. Также у нас выявлены победители в рамках 1-4 грант при новой весовой категории хайвейт, такие как Рахман Абасов и Руслан Меджидов. Ну так, ну а мы направляемся к нашим зрителям. Марина Ника, блин, вообще прекрасная девушка, я за нее болею. Женские бои, я против этого. Это против природы. Какой такой природы? Против природы земного шара. Почему? Если в первом раунде их призывали к активности, то сейчас девчонки не могут оторваться друг от друга и наносят сокрушительные удары. Ее парень, парень Марина Ники очень сильно болеет, кричит сейчас, смотрите, представляю его эмоции. Ника уже машет мне. Стоит, зажав кулах, она понимает, что победила она. Марина Ника, радуется наша красавица. Смотрели этот бой, как вам? Просто до слез. Девчонки такие молодцы. И в конце вот эти, как они обнялись, но это я не знаю. Это показывает, что женщины на самом деле намного сильнее, чем каждый, на самом деле, с первого взгляда. Марин, ты правда палец сломала? Да, по-моему. Убываешься, какая ты сильная. Я же победила. Никита Северов и Дмитрий Засинец во втором раунде выкладываются на 100%. Ему как раз-таки секунданты и подсказывают, чтобы он бил по ногам из этого положения. Никите Северова сейчас зовут врача, у него рассечение. Хорошие хайкики выбрасывает Дмитрий Засинец. Бойцы показывают потрясающую работу. Вот последние секунды этого боя. Мы уже совсем скоро узнаем, кто одержит победу в 1-4 грант при весовой категории 77. Смотрите, что делает Дмитрий Засинец. Воздушные поцелуйчики. Весь зал ему аплодирует. Тут вижу, что секунданты Никиты недовольны, и он сам тоже немножечко расстроен. И вот, и вот, совсем скоро мы узнаем, что боец из Белоруссии одержал победу над Никитой Северовым. Тренер Никиты Северова сейчас просит пересмотра судейской коллегии независимой. Дмитрий, верите, что все закончилось? Ну, я выиграл, просто победительный суд. Как видели, он все время пытался со мной навязать борьбу. Как его секундант говорит, что он выиграл тактически. В первую очередь, мы оценили свой урон. Я сделал сечку, я сделал нокдаун, я бил. Вы сами видели, как его шатало. Соперник сильный, вопросов нет, но я победил. Я не согласен с секундантом. Вы посмотрите, вы посмотрите, что сделал Максим Викторов. Он одержал блестящую победу. Смотрите, вы посмотрите, как болеет зал за Артема Шишкина. Вы просто посмотрите. Артем, Артем. Тяжелое противостояние, тяжелое. Бойцы просто выкладываются. Пропустил удар сейчас Артем Шишкин в стойке от Мусы. Ой, какие удары. Ой, как же он попал право и сбоку. Сейчас Артем Шишкин бьет со всей силой и даже попадает в Мусе. И вот сейчас Муса показывает прекрасную работу. Он, между прочим, чемпион Дагестана по боевому самбо, чемпион Дагестана по панкратиону и по рукопашному бою. Болеец из синего угла Муса Абдурахманов одержал победу в этом поединке. Для многих это непредсказуемое решение судей. У Артема Шишкина потекли слезы. Я представляю, каково это проигрывать. Это очень тяжело. Врываемся сейчас на несколько вопросов. Ну что вы как? Все хорошо. Господи, все четко. Это потрясающе. Я, небось, могу сделать сейчас. Прямо сейчас? Да. Вот вы стояли в центре октагона, пока еще не объявили победу. Вы знали, что выиграли вы? Да, честно говоря, когда уже стоял, у меня трудная задача была. Это веса огня. Можно я загляну, что у вас там, пожалуйста? Нет, мы видим, мы видим, вы посмотрите. Ого! Так, и мы подбираемся поближе посмотреть на главный бой нашего турнира. Ну что, прекрасно начали? Какой удар хайкик! Какие мощные удары! Диаконов вкладывается в каждый удар. Я до сих пор нахожусь в большом шоке, потому что я видела, как соперник падает пластом. Вы посмотрите, Диаконов и Бобрышев обнимается, его команда. Филин Наталисио встал, у него течет слеза. Ребята, зачем вы так бьете и нокаутируете? О май гад! Нокаутов победу одерживает Сергей Диаконов! Твой комментарий? Я счастлив. Безумно счастлив. Я долго шел к этому. И поэтому эмоции. Может, во мне их незаметно, но во мне просто буря всего. Ну а мы заканчиваем этот насыщенный день и начинаем подготовку к следующему турниру. Подписывайтесь на нас в соцсетях и смотрите репортажи с местных событий. А с вами была Виктория Цуховская. Репортажи. Репортажи. Репортажи.